Всем добрый день! Меня зовут Нина, я ведущая аккаунт-менеджер сервиса Телега.Ин, и сегодня я покажу вам, как создать шаблон поста. После того, как мы выбрали наши каналы в корзине и перешли на страницу формирования нашего проекта, перед нами открывается мастер-пост, где мы уже вносим наш текст и фотографию, ссылки. Справа мы будем видеть, как будет выглядеть наш пост в ленте. Для начала нам нужно внести текст. Вносим наш текст, который вы ранее подготовили. После того, как мы внесли его, мы уже можем его форматировать таким образом, как нам будет нужно. Допустим, выделяем основные моменты. Далее нужно добавить ссылку. Для того, чтобы сделать ссылку вшитой, мы выделяем текст, нажимаем на такую цепочку и вставляем ее. После чего у нас происходит автообновление, и мы уже видим, что эта фраза у нас будет кликабельна при публикации. Если мы хотим еще куда-то разместить, просто выделяем текст, нажимаем и нажимаем сохранить. Также к нашему посту мы можем добавить какой-то медиафайл. Это может быть фото, видео, либо гифка. Нажимаем добавить. Можем выбрать уже из ранее имеющихся у нас, которые мы загружали в нашу базу. Либо нажимаем загрузить медиа и выбираем медиафайл с компьютера. Допустим, возьмем вот этот. Добавить. Мы можем придумать название поста, который хотели бы. И, соответственно, наш пост уже готов. Помимо такого способа, то есть заполнения и создания шаблона после выбора каналов уже на странице создания проекта. Мы можем это сделать, нажав на серого человечка, перейти в раздел «Мои шаблоны». И на этой странице перед вами откроется список всех ваших шаблонов, которые вы ранее создавали, и вы также можете нажать «Создать» и создаете новый. И далее, когда вы будете оформлять ваш проект, вы также сможете его выбрать среди остальных. Допустим, назовем его «Апрель». Точно так же вносите текст, ссылки, добавляете фотографию, после чего он будет отражаться у вас при создании проекта. Кроме того, после того, как вы сделали ваш шаблон, у вас будет выбор, где разместить токен, где разместить информацию о рекламодателе в вашем посте. После того, как вы создали шаблон, выбрали его уже, листаем ниже и видим, что у нас есть выбор, где же нам разместить наш токен и информацию о рекламодателе. Это можно сделать либо в медиафайле поста, что делает ваш пост более нативным. И также есть выбор из четырех опций, где это сделать, в зависимости от того, какая у вас картинка. И также, где разместить токен креатива. Либо в ссылке, либо над постом, либо под постом. После запуска проекта, перейдя в раздел «Мои проекты», вы будете видеть, как выглядит ваш пост и в каком виде он был отправлен администратору канала. Всем спасибо за внимание!